Приветствую всех, кто взглянул на мой канал. Сегодня снимаю очередной свой кулинарный блог. И сегодня он будет посвящен кольцам кальмаров в кляре. Был у меня такой вот запрос. Не так давно вообще планировала их делать на новогодний стол. Но что-то было всего так много, что мы это блюдо немножко перенесли. И буду готовить их сейчас. Итак, что мне понадобится? Конечно же кальмары. У меня были тушки уже такие очищенные. 600 грамм был вес упаковки. Ну вот то, что получилось. Тушки я отварила в подсоленной воде ровно 3 минуты. И нашинковала вот такими колечками. То, что в тушки не входило, потому что там есть такие хвостики. У меня вот такие полосочки получились. Но это не страшно, потому что будет все равно вкусно. Теперь что касается кляра и всего остального. Соль. Из специй я взяла черный перец мельница и перец чили. Для кляра 60 миллилитров молока. 2 яйца. 4 столовые ложки муки. И здесь примерно еще 2-3 столовые ложки. Для того, чтобы обвалять кольца предварительно, прежде чем их опускать в кляр. Также мне понадобится масло, само собой, для фритюра. Выбрала я самое недорогое, какое нашла. Это каждый день в Ашане. Итак, с чего я начну. Кольца кальмара нужно будет немножко просолить и промариновать. Для этого я их посолю. Поперчу. Тут мне нужно будет немножко прерваться. И добавлю щепотку перца чили. Ну, тут, конечно, нужно варьировать на любителя, в зависимости от того, как вы любите. Мы любим поострее. Так, специи я добавила. Все это хорошенько перемешала. И отставляем их немножко промариноваться и просолиться. Перехожу в кляру. В первую очередь я разделю яйца на белки и желтки. В желтки я добавляю небольшую щепотку соли. И взбиваю до пиков. Ну, сейчас я покажу, примерно до какой консистенции. Так, на взбивание у меня ушло порядка трех минут. И, как говорит Юлия Высоцкая, правильно взбитые белки, это когда ты переворачиваешь миску над головой, а белки остаются на месте. Вот до такого как раз состояния мне необходимо было их взбить. Далее мы их отставляем и переходим к желткам. В желтки мы вливаем молоко. Высыпаем сюда муку. И снова работаем миксером. Получилась вот такая довольно густая тестеная масса. В общем, по необходимости можно немножко варьировать количество молока. Я где-то одну столовую ложку добавила, потому что мне казалось изначально немножко суховато. И теперь миксером мы отставляем. Берем лопаточку и очень аккуратно смешиваем содержимое вот этой миски и вот этой. Делать это миксером не стоит, потому что мы просто убьем все белки сразу. И кляр потеряет свою пышную форму. Так, вот что у меня получилось. Что касается кляра, далее я ставлю на огонь кастрюльку и разогреваю масло для фритюра. Ну, а далее я делаю следующее. Я беру пакет. Вообще, как бы, можно поступить классически. Брать каждое колечко, обмакивать его в муку. Да, а потом обмакивать в кляр, соответственно. Но, чтобы ускорить процесс, я беру кальмары и высыпаю их в пакет. Далее я туда высыпаю муку. Пакет я завязываю и очень активно встряхиваю. Но главное, конечно, чтобы кальмары не были излишне мокрыми. А так, лишняя мука, она все равно осядет на дне пакета. В общем, это достаточно быстро и удобно. По-моему, вычитала где-то в интернете. Так, проверяем готовность фритюра. Для этого капаем немножко тесто. Да, если оно зашипело, заскворчало, то можно, собственно, приступать к готовке. Берем колечко. Страхиваем его немного. А далее обмакиваем в кляр. Излишки желательно убирать, собственно. Ну, желательно не больше трех колечек за раз, чтобы они не слипались и наш кляр не портил свой внешний вид. Как только колечки зарумянятся, мы их вытаскиваем. Результат я вам сейчас покажу. Ну, и вот они уже первые готовы. Ну, и так далее. Пока все не закончатся. Так, девочки, мальчики, вот что у меня получилось. Здесь еще не совсем все. Мне там чуть-чуть дожаривается, совсем немного. Но муж сейчас это все ополовинит и заберет. Поэтому хочу подвести итог. Я не сказала, да, что желательно выкладывать, конечно же, на полотенчик бумажный, да, чтобы излишки масла впитывались. Ну, а потом, если хотите это все дело подать на праздничный стол, наиболее эффектно это смотрится на листиках салата. Еще один совет, да, делать лучше побольше. Все-таки то, что я сделала, этого довольно мало. Потому что исчезают они очень быстро, как семечки. Они вкусные, хрустящие, пикантные. В общем, надеюсь, видео было вам интересным и полезным. Большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok